друзья всем привет в этом видео я вам расскажу как делаются грузики для рыбалки из свинца то есть обычный аккумулятор автомобильный был вот кусочки свинца которые я еще нашел у себя и сейчас будем плавить я вам покажу как это делается берем какой-то тару в какой мы будем варить вот у меня это вот вот мы видим черпачок небольшой можно сказать черпачок берем свинец и этот свинец теперь кусаем как можно мелкими как можно меньшими частями у нас это рутара должна быть металлическая если это может быть принципе консервная банка но если перестараться долго держать потом она может и прогореть вот бывали такие случаи поэтому это лучше что-то использовать более твердо какая-то кастрюлька должна быть не алюминиевая желательно вот да я так понимаю сталь должна быть или вот черпачок в идеале мы можем видеть вот у меня свинец из аккумулятора вот у меня тоже руки вот есть какой-то другой вот этот какой другой он практически не гнется он очень тувой лучше конечно использовать мягкий свинец с ним легче работать легче его кусать и легче потом как бы сказать производить разные манипуляции с уже отлитым грузивом поэтому лучше использовать мягкий свинец мы видим у нас получился такой вот меньше даже чем пол черпачка свинец накосаны и сейчас я вам покажу как выливать итак друзья смотрите я вот сделал с проволоки небольшой такой вот мы мы видим петелечку с окну и проволочку пока сторонку вот так вот откладываю плоскогубцах здесь у меня черпачке наш свинец какой мы с вами нарезали обычная чайная ложка можно сделать столовую ложку вы поняли да это будет первый тип грузила второй тип грузила мы сами будем делать это конусная грузила она делается сложнее это самое простое что есть берем либо на газовой печке либо разводим костер ставим туда наш черпачок либо как я вот сейчас буду делать с помощью газовой горелки включаю газовую горелочку нагреваю наш с вами черпачок наш с вами свинец можно прям на него изначально горелочка прогрев прогреваем черпачок сам можно прям свинец у нас свинцы будет мусор мусор будет у нас обязательно так как примеси в аккумуляторе щелочь кислота что-то еще внизу будет расплавленный мусор будет плавать вверху так как свинец у нас плавится довольно таки быстро вот мы видим у нас поплыл очень осторожно чтобы не дай бог не попала ни на руки никуда вот продолжаем греть температура горелки большая мы это знаем свинец плавится очень здорово очень быстро очень хорошо берем греем теперь сам черпачок беру плоскогубцы на них я значит ложку чтобы она у нас так лежала туда вкладываю нашу петелечку сейчас я попробую поправить камеру вам это все показать вот так продолжаю греть свинец продолжаем греть у нас расплавлены чёт уже подогреваю его сверху мгновенно выключаю и заливаю его в ложку так вот сейчас она остыла у нас я просто ложку перевернул и она у нас выпала выпал наш наше грузило но вот вот что у нас вышло смотрите сейчас она уже она еще тепленькая еще тепленькая она остывает довольно таки быстро вот какой она имеет форму здесь и здесь мы видим на весовый весом нет у меня ну достаточно вес для донки и так уже у нас здесь вот мы видим такой вот дужечка появилась здесь ничего не выпирает и здесь ничего не выпирает то есть она у нас внутри она держится там довольно крепко то есть так она ну не крутится ничего только надо разломать разогнуть раскусить голову вот первый вид грузило самый простой это с помощью ложки либо с помощью чайной ложки вот такого размера либо с помощью столовой ложки вот такого размера кстати можно делать без проволоки просто как здесь вот видите а потом просверлил тырку и как-то придумать грузило дальше но и крепление дальше почему цвет такой потому что это свежевылитая со свежего свинца потом еще потемнеет и наверное разный был свинец это уже в воде побывало и наверное этот более мягче этот более жестче мне так кажется был просто разный свинец вот так небольшие заусеницы берем обычный напильник и обычным напильником очень здорово свинец очень мягкий отлично просто поддается обработке немножко неровные края подтачиваем и все у нас готово нагрузила нам с вами понадобится бумага с бумаги сворачиваем конус этот конус мы склеиваем не под рукой на данный момент изолента склеиваем изолентой именно здесь нам понадобится наша тара вот это вот берем мы нашу с вами тару набираем нее песочек вставляем туда наш с вами конус и вокруг нашего конуса можно той же самой ложкой которые мы которые мы видим вот пользовались при плавлении насыпаем песок потрамбовывая его вот так конечно чтобы не попало середину нашего конуса только вокруг же как и тот раз берем грелочку если она у нас есть и разогреваем наше пола ой нашу наш с ней грелка делать это очень быстро одно удовольствие и затем выливаем в нашу заготовку пока она еще не застыла очень быстренько вставляем туда и ждем наш крепеж и так вот она уже подстыла думаю можно доставать видим бумага даже не полностью у нас прогорела прогорела распаковываю и вот у нас такой вот формы получился я бы сказал даже немножко не конусная чуть-чуть как вот треугольничком получился груз грузила наша опять-таки есть небольшие неровности из-за бумаги мы берем напильник и напильником все неровности можно очень легко убрать вот вот такой вот груз ну вот у нас с вами получились вот такие вот грузила мы видим разные формы разного веса можно еще разному их залить вы поняли как поэтому если вам понравилось видео ставьте лайк делайте все своими руками так много надежней и дешевле подписывайтесь на наш канал и удачной вам рыбалки всем пока пока и а и 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